в этом видео мы наконец-то узнаем если связь между тем какой категории отнесено видео напомню самим автором и тем какую вовлеченность от зрителей получают видео и с точки зрения использования пайдона в этом видео буду задействованы следующие методы и атрибуты касательно пандаса касательно ранданом общепайтановские команды и касательно matplotlib напомню это пакет который позволяет строить графики импортирует пандас достаю из экселя таблицу с видео куда уже записаны категории names и добавлена переменная involvement то есть увлеченность если что добавляла в предыдущем видео на всякий случае проверьте что она у вас есть концы я хочу выяснить если связь между столбцом категории name как получить описательную статистику по этому столбцу посмотрите в одном из предыдущих видео ссылка будет на экране и переменные волонт увлеченность категории name это номинальная переменная потому что ее категории нельзя упорядочить сущностно между категориями нет отношений порядка переменная involvement количество потому что она получена из четырех количественных переменных из четырех статистик которые youtube показывает для каждого видео количество лайков и излайков комментариев и количество просмотров видео какими методами можно искать связь между номинальной переменной и количественной обратимся к шпаргалке зеленый столбик обе переменные интервальные ну или количественные это не мой случай не обе количестве хотя бы одна порядковая тоже не мой случай у меня одна переменная номинальная это значит что коэффициент корреляции пирсона который я применял в прошлом видео здесь не применим коротян корреляции спирманом я его не применял но здесь не применим применим только критерики квадрата и прилагающиеся к нему остатки он более сложных применений чем верхние два коэффициента но нет ничего невозможного применим критерики квадрат его остатки обращаясь к пакету рандан начинаю печатать нажимая tab вылезает подсказка рандан ок в какой из папок этого пакета мне найти нужные методы нажимаю точку и снова запрашиваю подсказку при помощи клавиши там биво и видосы шейшин может быть не кластвую не компрессом биверит из ашейшин биверит из ашейшин биверит из ашейшин похоже на правду попробуем импорт пробел и снова tab что есть в папке биверит из ашейшин к релэйшин нет металл потому что мне нужен никакой тем корреляции здесь есть из чего выбрать кискве может быть кискве и континженсе тоже просто вполне как выбрать следует обратиться к документации гитхаб точка ком планову рандан прокручиваю вниз и здесь смотрю название папки биверит из ашейшин что он может пригодиться вот здесь речь идет о классах класса имеет название начинающиеся с больших букв похоже что мне нужны на кросс тап потому что все остальное либо не имеет ношение биверит из ашейшин либо является корреляция корреляция это них и квадрат корреляция это корреляция корреляции пирсона они мне не нужны не нужен просто получается что вот эти названия относятся к методам конкретным мне нужен класс методов сумма методов и они находятся в классе кросс тап запускаю вызываю класс кросс тап после открытой скобки можно нажать shift там два раза и посмотреть написание аргументов этого класса в частности надо указать data frame название строковой переменной название столбцовой переменной также можно менять сильнее конс левел то есть уровень значимости это frame есть название строковой переменной есть название столбцовой переменной есть потому что между этими переменными я хочу искать связь запускаем гигантский кросс тап или по-русски таблица сопряженности гигантский его можно прокручивать направо очень долго в этом нет никакой пользы почему посмотрите под таблицами есть подпись 99 процентов ячеек имеют ожидаемые частоты меньше пяти то есть 99 процентах ячеек очень мало объектов меньше пяти видео ячейки всех них мало объектов мало здесь достаточно весьма мало все что меньше пяти мало так вот таким ячейкам говорят нельзя с точки зрения выводов которые из них следуют поэтому надо поработать с переменными таким образом чтобы человек стало меньше другими словами надо объединить группы категории столбцовой переменной эти значения менять или строковые перемены вот эти значения какие-то объединять группы это перемена номинальная напоминаю это количество объединять группы значение количественные перемены гораздо проще поэтому я попробую сгруппировать именно значение количественной переменной как и группировать чтобы ответить на этот вопрос снова обращусь к описательной статистике допустим я не знаю как в рандане запускать описательную статистику ставлю точку запрашиваю подсказку его это 6 нет класс 3 нет и скрипит статистикс похоже да дальше импорт пробел снова tab и сейчас буду запрашивать описательную статистику количественной переменной значит scale statistics импортирую и обращаюсь к классу скилл статистикс запишу результаты в объект под названием сс то есть скилл статистикс чтобы узнать какие аргументы требуются я нажимаю shift tab два раза после открывающей скобки дата фрейм и указания переменных требуется но я уже выяснил одном из прошлых видео что можно подать сразу дата фрейм с интересующей переменной только обязательно подать название интересующей переменной как список внутри индекса внешние квадратные скобки это индексирование а внутренние квадратные скобки это список список из одного элемента потому что мне нужно писать на статистика только по одной переменной запускаю я уже смотрел эту описательную статистику в прошлом видео но сейчас мне важно посмотреть на значение квартелей 25 процентный квартеля медиана то есть 50 процентный квартир 75 процентный квартир и максимальное значение под по этим значением я и буду разделять видео то есть сначала я возьму видео которых увлеченность достигает полутора процентов потому что вот это число это примерно полтора процента то есть видео которые имеют увлеченность от 0 до 1,5%, пойдут в первую группу. Видео, которые имеют увлеченность от 1,5% до примерно 3,5%, потому что это число 3,5%, пойдут во вторую группу. Видео с увлеченностью от 3,5% до 7,3% пойдут в третью группу. и видео с вовлеченностью от 7,3% до максимума, то есть до 57%, пойдут в четвертую группу. Чтобы не вписывать вручную, я проиндексирую вот эту табличку. Возьму из нее только вот это значение. Как? Нужно обратиться к тому объекту, куда я записал описательную статистику, и применить метод summary, что я здесь и делаю. А дальше индексирую, обращаясь к столбцу под названием 25%, и к строке под названием involvement, вот к этой строке. Она здесь одна. Получил число, которое соответствует этому числу. Здесь оно округлено, а здесь нет. Я хочу тоже округлить. Округляю. Использую команду round. Команда round имеет обязательный аргумент, что округляется, и аргумент, показывающий, сколько знаков после запятой следует оставить. Три знака после запятой хочу. Запускаю. Вот оно, то самое число. Примерно полтора процента. Теперь при помощи команды display вывожу аналогичным образом и значение для первого квартеля, и значение для медианы, и значение для третьего квартеля, то есть 75%, и значение для максимального уровня вовлеченности. То есть одни и те же команды, только меняется название столбца. Вот они, эти столбцы. Здесь их название. Запускаю. Четыре числа. Те самые числа, по которым я и буду группировать видео. С точки зрения их вовлеченности. Запишу эти числа в список. То есть просто отсюда заберу эти команды и вставлю их в квадратные скобки. Еще раз отсюда забираю, копирую, и вместо дисплея оказываются просто квадратные скобки. И записываю я это в список под названием Involvement Borders. Граница вовлеченности. И вывожу этот список. Посмотрим. Пожалуйста, список. Обратите внимание, интервалы неравны от 0 до 1,5%. От 1,5 до 3,5% уже неравны интервалы. От 3,5 до 7,3% и самый длинный интервал от 7,3 до 57%. Вот этот самый длинный интервал. Но всегда приходится выбирать. почти всегда сделать группы по равным интервалам например от нуля до 5 процентов от 5 до 10 процентов в 10 до 15 процентов и так далее равные интервалы или же сделать равны наполненные группы вот у меня сейчас будут примерно равна полная группа по 25 процентов наблюдения упадет каждый интервал то есть интервал от 0 до полутора процентов это примерно 25 процентов видео второй интервал вовлеченности от полутора процентов до 3 с половиной процентов это следующие 25 процентов видео следующий интервал вовлеченности от 3 с половиной процентов до 7 и 3 процентов еще 25 процентов видео последний И самый длинный интервал от 7,3% до 57%, сюда еще попадают последние 25% в видео. То есть я разделил все видео на 4 группы по повлеченности. Интервалы вовлеченности не равны между собой. Почему мне здесь была важна именно наполненность этих групп? Потому что я все это делаю для чего? Для того, чтобы таблица сопряженности имела наполненные ячейки. Если у меня каждый столбик этой таблицы будет наполненным, тогда у меня ячейки в этой таблице станут гораздо более наполненными. Поэтому из двух альтернатив делать равные интервалы или делать равнонаполненные группы, я выбрал в текущей ситуации делать равнонаполненные группы. И чтобы потом было удобно работать с полученными группами, я создаю еще один список involvement labels из четырех элементов, каждый из которых является описанием каждой группы. Группа с вовлеченностью низкой, то есть до примерно полутора процентов. Группа с вовлеченностью lower, medium, с вовлеченностью до трех с половиной процентов. И так далее. Посмотрим на видео с наименьшей вовлеченностью. Я применяю условия. Условия по столбцу involvement. Я хочу посмотреть на видео, имеющие вовлеченность, меньше примерно полутора процентов. То есть меньше вот этого числа. Причем не строго меньше, а меньше или равно. Так записывается меньше или равно. Если поменять порядок, не сработает. Условия применилась к каждому из видео. И Пайден сообщил, что первое видео удовлетворяет этому условию, второе удовлетворяет, четвертое не удовлетворяет. Но как сами видео посмотреть? Надо проиндексировать DataFrame. DataFrame называется datum. В квадратных скобках сначала указываю столбцы, которые нужно вывести. Поскольку я хочу вывести все столбцы, поэтому просто двоеточие стоит. И в следующей паре квадратных скобок указывается условие, которое применяется к строкам DataFrame. то самое условие, которое было здесь. 262 видео имеют минимальную вовлеченность. Вот эту запись можно упростить. Можно не указывать первую пару квадратных скобок, если требуются именно все столбцы. Мне требуются все столбцы, поэтому я могу и не указывать. Вот здесь не указываю. Запускаю эту ячейку, получаю то же самое. 262 видео. Дальше я не буду использовать первую пару квадратных скобок для индексирования, если мне требуются именно все столбцы. Буду пользоваться короткой записью, как здесь. Она не сильно более короткая, но чуть более короткая. Теперь я хочу посмотреть на видео, которое относится ко второй группе. То есть, вовлеченность больше примерно полутора процентов, но меньше трех с половиной процентов. Попробую применить двойное условие. значение столбца вовлмонт должны быть больше, строго больше, чем первая граница, то есть, примерно полтора процента, и меньше, или равно, чем вторая граница. Запускаю. Нет, не работает. Двойное условие так не работает, к сожалению, в Пайтоне. А как оно будет работать? Чуть более длинная запись. Вот одно условие. Содержимое столбца вовлмонт должно быть строго больше, чем первая граница, то есть, примерно полтора процента. Это условие я взял в круглые скобки. И одновременно значок вовлмонт должно выполняться второе условие. Содержимое столбца вовлмонт должно быть меньше или равно, чем вторая граница, то есть, 3,5%. Проверю. Работает. 251 видео удовлетворяет этому двойному условию. Итак, в первую группу попадает 262 видео, во вторую группу попадает 251 видео. Как я и говорил, группы примерно равны на пол. теперь попробую в новый столбик Involvement Labels записать название группы. То есть, вот группа, в ней 262 видео, которые имеют самую низкую увлеченность. я хочу, чтобы для этих видео в столбце Involvement Labels появилась запись, взятая из этого списка. Вот такая запись из списка Involvement Labels. Я индексирую, как привыкли. То есть, сначала идет название нового столбца. Я его еще не создавал, но надеюсь, что Panels меня поймет. И дальше условия для строчек моего DataFrame, что увлеченность должна быть меньше или равна нижней границе. То есть, меньше или равна примерно полутора процентов. Вот для таких видео будет запись. Та, которую я только что показал. Запускаем. Не работает. Pandas не любит так индексировать и при этом записывать. Pandas любит через атрибут Log. В одном из предыдущих видео я уже показывал, но сейчас повторю, как работает атрибут Log. Атрибут Log предполагает одну пару квадратных скобок. Здесь было две пары. Одна для названия столбца, вторая для строк. Здесь же одна пара, внутри которой сначала идет условие, в данном случае условие для строк, могли бы и номера строкить. В данном случае пойдет условие для строк. Нужны только те строки дата фрейма, в которых увлеченность меньше нижней границы. И дальше идет название столбца, куда я запишу лейбл для этой группы видео, то есть видео с низкой увлеченностью. причем этот столбик я еще не создавал, его еще нету дата фрейма. Можно подняться и посмотреть. Последний столбик это просто involvement. Здесь пока нет никакого столбца involvement labels. Но благодаря тому, что здесь есть атрибут log, пандас меня поймет. Запускаю. Действительно условия сработало. Описание групп появилось. И в этой строчке кода я вывел только те видео, которые относятся к первой группе. Группе с самой низкой увлеченностью. 262 видео. Теперь у них есть свое наименование. До 0.014 low involvement. То же самое я хочу проделать для остальных трех групп по уровню увлеченности. Я это сделаю при помощи цикла for in. i это счетчик. Этот счетчик меняется в данном случае в числовом диапазоне от 1 до 4. 4 это количество границ для разделения на группы. С границы номер 0 я уже поработал. Вот она была граница номер 0. То есть по-нашему по-человечески первая граница. А граница номер 1 станет началом работы этого цикла. То есть счетчик i сразу получит значение 1. Сюда в три строчки кода я запихнул вот эту строчку. Но поскольку в этой строчке будут фигурировать уже два условия для того, чтобы вторую группу записать, два условия через амперсант. Два условия, как я выше записывал. Здесь было два условия. Здесь я просто выводил видео, удовлетворяющее этим двум условиям. Я не ставил подписи этим видео. поэтому если в одну строчку записывать получится длинно. Вот индексирование. Куда надо записывать? Здесь работает атрибут log. Идет сначала двойное условие. Вот оно двойное условие. То есть записывать надо в строчки, в которых вовлеченность больше, чем нижняя граница, то есть больше, чем примерно полтора процента, и одновременно меньше или равна, чем вторая граница, по-нашему вторая, покупает она граница номер один, то есть 3,5%. Вовлеченность больше, чем примерно полутора процентов, и меньше или равна 3,5%. И в эти строчки в столбец Involvement Labels должно быть записано описание этой группы. Описание взято из списка Involvement Labels. Напоминаю, что это за список. Поднимаюсь наверх. Вот этот список. Вот это название должно записаться для второй группы. Потом пройдет итерация и запишется название для третьей группы, и поэтому пройдет итерация и запишется название для четвертой группы. То есть в моем цикле будет три итерации. Проверим. Range 1 начнется с единицы, потом примет значение 2, потом примет значение 3, а значение 4 уже не будет принято, потому что Python в любом диапазоне не берет верхнюю границу. Здесь range от 1 до 4, 4 не включается по правилам Python. И строчка для визуализации. Команда print, текст, еще поскольку текст с числовой вставкой, перед текстом стоит буква F, но F потому что F ставка. Шутка. И внутри числовой вставки как раз указано значение счетчика, чтобы видеть, как происходит цикл, хотя он очень быстрый. Пожалуйста, три итерации произошло. Посмотрим на мои данные. В дата фрейме есть столбец involvement labels в столбце прописаны названия для каждой группы видео с точки зрения их вовлеченности. Вот, например, четвертая группа с максимальной вовлеченностью 57%, ну, до 57%. Но всегда после таких мероприятий по созданию нового столбца, каким-нибудь циклом, не самым простым, надо проверить качество этого столбца. Поэтому я выведу уникальные значения в счет того, что применю drop duplicates. Четыре уникальных значения, еще есть некое значение none. Причем сейчас у меня эти четыре уникальные значения неупорядочены. Я хочу посмотреть на них упорядоченным, а потом разберусь с none. я попытаюсь применить какой-нибудь сорт. Сорт есть, Я не помню, допустим, я не помню, какой метод можно применить. Ставлю точку, нажимая S, нажимая tab, чтобы пайдом не подсказал. Ну, точнее, не пайд, а Джупитер ноутбук. Ничего не подсказывает. Да, он так не подсказывает, потому что очень длинная запись, не находит нужную подсказку, как же с этим справиться. Я убираю и возьму просто dataframe без drop duplicate, без названия столбца, а просто dataframe. Попробую к нему применить какой-нибудь метод, начинающийся с S. С. Нажимаю tab. Вот, смотрите, подсказка сработала. Смотрите, sort index и sort values. Но мне явно не по индексу надо сортировать. Индексы, напомню, это номера строк. Мне надо сортировать по значениям, то есть мне нужно sort values. Попробую в следующем чанке применить sort values. То есть взял отсюда код, ставил сюда еще добавил sort values. Как-то криво работает, да? Сначала идет группа 0.014, потом 0.73, потом 0.35. как-то не так. Может быть, это не атрибут, а метод, sort values. атрибут, а метод. Может быть. Попробую. Вот, смотрите, так работает. Сначала идет 0.014, потом 0.035, потом 0.073, наконец 0.571. Теперь порядок корректный. Это как раз те названия групп, которые я ожидал увидеть. значит, цикл работал корректно. Остались только некие Энерии. Как на них посмотреть? Проиндексировать. Но здесь будет особенная запись условия. Вот условия. Я хочу посмотреть на строчке дата фрейма, в которых выполняются условия. Что? Содержимое столбца Involvement Labels является Ename. Или что-то же самое почти null. Поэтому я вместо чтобы записать равно, например, двойное равно, я пишу точка из null. Это особенный метод в пандесе, который позволяет как раз задавать условия о равенстве пропуску. По сути, что такое Ename. Это пропуск. И вот здесь я в этом условии. И вот здесь в этом условии я прошу показать те строчки дата фрейма, по которым столбцей Involvement Labels пропуски. Вот эти видео. По столбцей Involvement Labels у них пропуски. Понятно, почему у них пропуски. по Involvement Labels, потому что у них пропуски по Involvement не посчиталось для них переменной Involvement. А почему? Потому что по некоторым видео не было достаточной информации, не было лайков или дизлайков, или комментариев, и поэтому не посчиталось. Но таких видео совсем немного. Вот все эти видео. Таким небольшим количеством видео можно пренебречь. поэтому я признаю качественным созданный столбец Involvement Labels. И теперь его буду использовать в поиске связи с категорией Name. То есть теперь я решаю содержать мою задачу найти связь между категорией видео и степень вовлеченности. Причем я сделал 4 степени вовлеченности. Самая низкая повыше, еще выше и максимальная. 4 группы, 4 степени вовлеченности. 4 группы, 4 степени вовлеченности. Возвращаясь к работе с классом методом CrossTab. Все то же самое, что я делал выше. Подниму сейчас наверх, чтобы напомнить вам. Но здесь фигурировала столбцовая переменная Involvement, то есть переменная, которая в CrossTab по столбцам. сположилась. А теперь создав новую переменную Involvement Labels, я ставлю ее в качестве столбцовой переменной. Построковую оставляю то же самое. DataFrame оставляю тем же самым. Применяю таблицу с обряженностью, таблицу с ожидаемыми частотами и Value. Python не очень удобно округляет числа, когда они очень маленькие. То есть я могу сказать заранее, что здесь Piveli очень маленький, гораздо меньше пятисотых, и он округлился до одного знака по запятой. Это особенность пайтона. Чтобы посмотреть на оригинальный Piveli, я могу обратиться к тому объекту, куда я записал результаты работы CrossTab, вот он, setup. Применить к нему атрибут Piveli. Что там написано, но можно в мануале об этом почитать. документацию. Вот такой Piveli. Это Scientific Format, как бы научный формат записи числа. Он означает, что это число 0,7 знаков, 7 нулей после запятой, после этого начинаются значащие цифры. То есть 0,7 0,7 после запятой, дальше 279 и так далее. Ну понятно, что это число меньше, чем 0,05. То есть с уверенностью 95%. Я могу сказать, что между category name и involvement labels есть связь в генеральной совокупности, то есть среди всех видео на YouTube. Если, конечно, моя выборка репрезентативна. По крайней мере, среди всех видео на YouTube подаваемых по запросу раздельный сбор. Я думаю, так корректно сформулировать. Так вот, связь есть. Могу ли я доверять этим выводам? У меня здесь 53% ячеек не наполнены. То есть было почти 100% не наполненных ячеек, и теперь 53%. Ну, тоже многовато. Ну, посмотрим, что делать дальше. Посмотрим на табличку с остатками и решим. Что такое остатки? Остатки — это слагаемые в критериях и квадрат, если математически, а содержательно — это показатели наличия связи между конкретными значениями. Вот я дошел до таблицы, которая называется Residual Spirson, это как раз эти самые остатки. И здесь надо искать те числа, которые по модулю больше, чем 1,96. Именно они будут говорить о наличии статистически значимой связи, можно доверять судьбе на 95%. Так 1,96. Это тот порог, который говорит о наличии связи с уверенностью 95%. По модулю. Но обычно ищут именно положительные значения остатков. Ну вот, например, 3,055 — это большой положительный остаток. Он больше, чем 1,96. Под таблицей указано, что самый большой положительный остаток — это 3,819. Его я пока не нашел визуально в процессе быстрого просмотра. Уже нашел. А самый большой по модулю — отрицательный остаток 4,2,63. Положительные остатки, которые больше 1,96, говорят о положительной связи. То есть категория Out to and style — она положительно связана с высокой увлеченностью, максимальной увлеченностью. Отрицательный остаток говорит об отрицательной связи. То есть это же самая категория How to and статистически редко встречается с минимальной увлеченностью. То есть еще раз, категория How to style статистически часто встречается с максимальной увлеченностью, статистически редко встречается с минимальной увлеченностью. то есть связь именно с максимальной увлеченностью. Интерпретировать положительные остатки проще, поэтому выведу-ка я отдельно таблицу с остатками и посмотрю на ячейки, в которых порог 1.96 превышен, именно с плюсом. Как вывести таблицу с остатками? Вот. Нужно обратиться к объекту, куда записана выдача кросс-таба в объект сетап и к нему применить точка Residuals нижней подчеркнутой пирсен. Как я применял атрибут p-value, так я должен применить теперь атрибут Residuals Pearson. Вот эта таблица. Здесь она одна, а здесь в выдаче она была с другими таблицами. Вот мне нужна, сейчас она одна. Потому что я хочу применить к ней целиком условия больше, чем 1.96. Ко всей таблице целиком. Запускаю. Вот, посмотрите, большинство ячейок содержит false, а некоторые содержат true. Вот, например, категория News & Politics положительно связана с вовлеченностью ниже медианы. А категория How to install, как я и говорил, положительно связана с максимальной вовлеченностью. И с максимальной вовлеченностью связаны People & Blocks и Travel & Events. И стоит вопрос, можем ли мы этим ячейкам доверять? Достаточно ли они наполненные? Я поднимаюсь снова наверх, туда, где табличка Expected Values. Вот они. Ищу эти ячейки, про которые мне надо выяснить, можно ли им доверять. Смотрите, вот, How to and style и максимальная вовлеченность 5.25. Больше 5. Можно доверять. News & Politics. Ячейка с вовлеченностью ниже медианы. 64 с лишним. Однозначно можно доверять. Категория People & Blocks. Максимальная вовлеченность имеет частоту 90. Можно доверять. И категория Travel & Events. Максимальная вовлеченность имеет частоту всего 2.25. То есть доверять, наверное, не стоит. Спускаюсь вниз. Подытоживаю. Доверяю. 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 Не доверяю. Из всей этой большой таблицы я вытаскиваю только вот эти 3 ячейки. Именно в них содержится, заслуживающая доверие, положительная связь. Категории How to Style и People & Blocks дают высокую увлеченность. А категория News & Politics дает увлеченность ниже медианной. Ну да. Можно было ожидать большего. Можно было ожидать, что здесь будет больше True. Можно было, но нет. Познакомимся ближе с видео из категории How to Style, поскольку эта категория связана с высокой увлеченностью. Именно с точки зрения увлеченности я хочу с ней познакомиться. Обращаюсь к описательной статистике. Я уже применял сегодня Scale Statistics. Но сейчас я буду применять не ко всему DataFrame, а только к тем строчкам DataFrame, которые удовлетворяют условию. Вот оно условие. Категория Name равняется How to Style. А описательную статистику я буду выводить по стопцу Involvement, но только для этих строчек. Запускаем. 21 видео. Модальное значение увлеченности для них это примерно 2,8%. Медианное значение увлеченности почти 11%. То есть условно 11% зрителей этого видео дают какой-то отклик в виде лайков, дизлайков, комментариев. Среднее значение, как обычно, еще выше. Индекватайл Рейндж 0,135, но интереснее нормированный Индекватайл Рейндж. Я уже объяснял его в позапрошлом видео. Ссылка будет на экране. Он ниже 0,5, то есть ниже 50%. Значит, можно доверять и репрезентирующему значению. В качестве такового я возьму медиану. Потому что, скорее всего, распределение смещенное. Чтобы посмотреть, я обращаюсь к пакету Matplotlib, а именно к его папке Pyplot. Вывожу гистограмму. Гистограмму при помощи метода hist. В позапрошлом видео я подробно рассматривал этот код. Здесь только подчеркну, что подаю в этот метод DataFrame с индексированием и по столбцу. То есть подаю столбец Envolvement. Я же описательную статистику по столбцу Envolvement делаю. Но и индексирование по строкам этого DataFrame. То есть только те строки будут участвовать в построении графика, в которых видео относятся к категории How to end style. Как мы видим, график смещен в сторону низких значений. Большинство видео в этой категории имеют увлеченность между 5% и 10%. Но есть и видео с увлеченностью 30-35%. В дополнение построю график Boxplot. Та же самая логика. Я подаю DataFrame, индексированный не только по столбцу, чтобы показать, что меня интересует график по переменной Envolvement, но и указываю, что меня интересует только видео категории How to end style. Относительно высокий Boxplot. То есть есть некоторая неоднородность, о чем говорил и нормированный Integrated Range, хоть он и меньше 0,5. Но все равно 42% это уже немало. Медиана, смещение в область низких значений, выбросов нет. Ну и хотелось бы познакомиться с самым типичным видео из категории How to end style. То есть видео, которое имеет медианную вовлеченность. Медианная вовлеченность, это примерно 10%. Посмотрим по таблице, да, ну 11. Как найти это видео? Проиндексировать DataFrame, причем двойным условием. Посмотрите, двойное условие. Во-первых, требуются строчки, в которых видео, относящиеся к категории How to end style. И во-вторых, значение переменной Involvement, потому что вот здесь я записал, что var это Involvement, значение переменной Involvement или вовлеченность, должно быть равно медианному значению, взятому из таблицы ss.summary. Что такое таблица ss.summary? ss это название объекта, куда я записал результат написательной статистики. То есть результат применения scale statistics. объекта ss. Эта таблица вызывается ss.summary, круглые скобки. Вот я и вызву. В этом условии ss.summary, круглые скобки. Дальше я беру столбец медиана и строку Involvement. Столбец медиана и строка Involvement. Там и будет внутри значение 0.109. Я могу просто взять и написать здесь, вместо всего вот этого, 0.109. Но этот код я уже использовал в двух предыдущих видео, поэтому он вполне универсален. Я скопировал его оттуда, вставил сюда. И, пожалуйста, он прекрасно работает. Такое видео, которое я искал, наиболее типичное в категории how to in style, имеющее мамидианную вовлеченность, оно всего одно. Вот оно. Посмотрим его. Беру его ID, копируем, и перехожу в браузер. Вставляю ID этого видео. Запускаем. Что это такое говоришь? Видите? Чего? Что это такое говоришь? В этом видео 4.619 просмотров за примерно полтора года. 414 лайков, 2 дизлайка. И 87 комментариев. Вот такая ситуация характеризует 11% вовлеченность. 11% вовлеченность – это наиболее типичная вовлеченность для видео из категории how to in style. И при этом мы помним, что именно категория how to in style сильнее всего связана с высокой вовлеченностью. Что можно делать дальше? 87 комментариев – это немало. Хотя, конечно, каждый из них довольно короткий. Но все равно можно попробовать оценить содержательную сторону вовлеченности. Ну, какая может быть гипотеза? Что вовлеченность обеспечивает именно код, а не тема раздельного сбора. Как проверить эту гипотезу? Собрать содержимое всех комментариев. Как это сделать? 87 – это не очень много, и можно было бы вручную каждый копировать и вставлять в Excel, например. Но можно это сделать и при помощи API YouTube. Каким образом? Как обычно, иду на страницу для разработчиков. Вниз нахожу YouTube. Вниз нахожу Reference. И посмотрите. Среди методов есть метод comments, позволяющий собирать, прокручиваю вниз, позволяющий собирать текст комментарии. И есть comment threads, тоже позволяющий собирать тексты комментариев в привязке к конкретному видео. И эти методам стоят дешево. По одному юниту. И comment threads. И comments. По одному юниту. То есть в отношении комментариев YouTube. Максимально щедро. Пользуйтесь. Продолжение следует. Продолжение следует...